Всем привет и слава Украине! Мы подряд вынуждены начинать с нашей региональной песочницы, потом мы перейдем и к тому, что творится и по ту сторону Большой Лужи, и, конечно же, про Украину поговорим, о чем речь, но все равно главное событие, для нас главное событие, сегодня развивается здесь, на Кавказе. Больше недели уже прошло, после того, как Азербайджан практически уже восстановил суверенитет над всей своей территорией. И каковы главные, вот давайте так, подведем какие-то предварительные итоги. Каковы они? Как они были? Главные предварительные итоги Карабахской войны, если вот так уже глобально. Да, хорошо поставлен вопрос, на самом деле, можно уже говорить о каких-то предварительных итогах. Предварительный итог главный это то, что сломалась вот эта цепь, цепь. Неверие в то, что, вот даже в ту поговорку, да, о спасении утопающих, делу рук самих утопающих. Азербайджан впервые в новейшей истории, на глазах всей планеты, показал, что вопреки желанию главных игроков в этом конфликте, и не только в этом, но мы говорим сейчас конкретно об этом конфликте, это Россия, это Франция, это США, если говорить о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, а если глобально еще сказать Брюссель, можно сюда также добавить. Вот, вопреки их всем, их желаниям, Азербайджан прорвал эту цепочку пустых переговоров, безуспешных, когда эти переговоры занимались только тем, что загоняли проблемы вовнутрь, на потом. Это подход касательно не только этой проблемы, но и, как вы видите, и вашей, грузинской, будь то абхазская, юго-осетинская, будь то Приднестровье, или будь то, то, что творится в Украине с 2014 года. У них такой подход. Они не хотят заниматься этой проблемой сегодня, здесь, сейчас. Особенно, когда там так много сложностей, и когда там интересы вот этих всех главных игроков не совпадают. Единственное, с чем они совпадают, ну, загонять проблему вовнутрь и продолжать свою игру каждый, на расчете на то, что завтра какая-то, может быть, сильная геополитическая метаморфоза, когда произойдет, вот тогда они будут исходить из этой ситуации. Заметьте, они зашевелились после Второй Карабахской войны. Здесь активность какая-то пошла. Особенно после российской агрессии против Украины усилилась и дипломатическая активность, если вы помните. Потому что они увидели, в формате минской группы не проходит, и стали искать новый какой-то формат. Посмотрите, как они относились к украинской тематике. Только после 24 февраля прошлого года. И то, опять же, после того, как Украина не сдалась и уперлась с рогом. И тогда и всем пришлось уже заниматься проблемой не в той повестке дня, которая была раньше, до этого, о которой я сказал, да, загонять проблему вовнутрь, и ею просто не заниматься, законсервировать. И как они все любили говорить, замороженные конфликты. Для них замороженные конфликты, это было всегда выгодно. Потому что голова не болит, бизнес идет, деньгами занимают. Более того, все те, кто замешаны в этом деле, большие игроки, они и прекрасно себя чувствовали под эгидой демократии, с автократии. Они хорошие делали деньги друг с дружкой. И поэтому вот впервые на глазах у всего мира, и в первую очередь на глазах вот у этих всех интересантов, Азербайджан прорвал это и стал писать эту историю. Да, эта история пишется кровью. И Украина пишет эту историю свою кровью. Эта история писалась кровью и до этого, все 30 с лишним лет этого конфликта, да. И у вас она была, и в Приднестровье она была, и в Украине она была. Поэтому я почему специально эти параллели провожу, потому что зрители вашего канала, дорогой Гела, они не только представляют Грузию и Азербайджан, но представляют довольно большое пространство русскоязычное. Вот пускай все смотрят, например, Азербайджана, и наматывают на ус все те, кто хотели бы, которые имеют такие проблемы, смотрели бы, как Азербайджану это удалось, и с какими проблемами сегодня непосредственно Азербайджан сталкивается. И кто аплодирует, кто искренне радуется успеху Азербайджана, а кто, скрипя зубы, просто вынужден с этим мириться. И вот эти последние два заседания Совета Безопасности, два слушания в Нижней Палате и Верхней Палате Конгресса, реакция Брюсселя во Франции и всех других представителей коллективного Запада, и даже вот этот последний визит Саманты Пауэра, что в Ереван, что в Баку, лишний раз тому свидетельство. Я так думаю, они все в той или иной мере счастливы, подчеркиваю, счастливы, что азербайджанский солдат их освободил от этого чемодана без ручки. Я думаю, и лично премьер Пашинян, и его команда, и основная масса армянского общества, которая публично это боится все это сказать, с учетом того, что все-таки, как вы сами понимаете, накал страстей, но сам факт того, что они упорно голосуют за Пашиняна, на всех выборах, включая на выборах мэра Еревана, и несмотря на то, что все это уже и произошло, и наплыв беженцев сегодня в Ереван, мы не видим сто тысячных, двухсот тысячных митингов в центре Еревана против того же Пашиняна. И все понимают, что все то, что было и народным телом, и все то, что мешало интеграционным процессам, как в регионе, и в том числе и самой Армении, просто двигаться вперед, да, и Армения иначе не оказалась бы в такой ситуации, полностью она была заложником России. А сегодня есть возможность после подписания мирного договора с Азербайджаном и автоматически с Турцией, выйти из этого, разорвать этот Гордеев узел, и подписав этот мирный договор, который будет однозначно поддержан и Брюсселем, и Вашингтоном, ну, совершенно, после этого можно строить, уже делать разворот на Запад, о котором они очень много говорят, но ничего не делают, потому что какой вам разворот на Запад, пока есть этот чемодан без ручки, который влияет на внутриполитическую ситуацию в Армении, и, я уже не говорю, присутствие России, как на земле, я имею в виду и Гюмри, и Эрибуни, и границу, и вообще все то, что связано с экономической жизнью Армении, и если Армения хочет освободиться от Европы, посмотрите, как Европа в течение полутора лет освобождалась от газозависимости только со стороны России, она за один день это не сделала, это такая сильная, богатая Европа, она посмотрите, как шла к этому, да, вот долго, в течение полутора лет, еще до конца не дошла, Армения, сами понимаете, это сделать за один день тоже не сможет, особенно при всех вот тех моментах, которые я перечислил, поэтому надо просто пользоваться этим моментом, благодарить азербайджанского солдата, и за установку пограничного пункта в Лачинском, на Лачинской дороге, что вот эти вооруженные многие не пришли туда и не оказались на театральной площади, чтобы смести, как в 99-м году в парламенте Армении это происходило, вот, и в конечном итоге сделали все так, что это образование, как оно само образовалось, незаконно 35 лет назад, так оно само само же самоликвидировалось, и теперь не надо 360 миллионов денег выделять на все эти мероприятия, содержать там солдат, и все время жить, как на пороховой бочке, есть сегодня все возможности для того, чтобы начать движение в нужном направлении, да, там проблемы сегодня эмоциональные, эмоционального порядка, экономического, гуманитарного порядка, но я думаю, именно в этих вопросах Запад довольно быстро начнет им помогать, это вопрос как раз-таки решается чисто деньгами, потому что вся другая тематика, связанная с Карабахом, да, и вот с этой оккупацией, и все, что привело к войне между Азербайджаном и Арменией, это чисто политический вопрос, и этот политический вопрос решен, и я думаю, он решен раз и навсегда, потому что все видят серьезность намерения Азербайджана, и серьезность подхода Азербайджана, и это будет здесь так же, как после Второй мировой войны, вот после того, когда прием сдачи произойдет, после того, когда все институты жизнеобеспечения будут восстановлены в полной мере, после этого пройдет Нюрнбергский процесс, как это было по фашистской Германии, и вот поэтому сегодня, для чего это важно, чтобы вот фашистская Германия, она, чтобы у них там больше ни Гитлера не появлялась, ни Бормана, ни Геринга, ни Кальтергона, ни всех этих проходимцев, которые опозорили немецкий народ на весь мир, точно так же, я думаю, и здесь это надо будет сделать, чтобы раз и навсегда не было бы какого-то прецедента, чтобы через 50 лет, через 100 лет не возникла какая-то очередная пороховая бочка, поэтому, если вы меня спросите, я сторонник того, что здесь двух подходов, или не должно быть ни одного, как они говорят, армяне говорят, возвращение азербайджанцев на территорию Армении, это вопрос национальной безопасности, если это вопрос национальной безопасности Армении, значит, Азербайджан вправе также зеркально заявить о том, что возвращение армян на территорию Азербайджана, это тоже вопрос национальной безопасности, или же, или же, это зеркальное возвращение, сколько ушло из Зангизура, 230 тысяч, ну, сегодня, например, останется в Карабахе 10 тысяч, 20 тысяч, ровно 10 тысяч или 20 тысяч должно вернуться на территорию Зангизура, вот в Сюник, как они говорят, и получить паспорта граждан Армении, и чтобы армяне с них пылинки сдували, а мы будем пылинки сдувать с армян, которые вернутся в Карабах, это один подход, или второй подход, тогда однозначно, нет азербайджанцев там, значит, нет армян здесь, мы подписываем мирный договор, границу, естественно, делимитация, демаркация, ну, а потом тихо-тихо восстановление всех этих процессов, посмотрите, как немцы с французами мирились, посмотрите, как другие мирились, на Туре и Югославии, посмотрите, как это болезненные процессы также происходят, я думаю, и украинцы должны на это внимательно смотреть, потому что и у них такая же пропасть между украинцами и россиянами, да и вы смотреть должны, дорогие грузины, потому что и у вас эта пропасть накопилась за более чем 30 лет, это все вопросы, которые надо будет решать, да, здесь человеческие трагедии произошли, но они произошли с обеих сторон, погибло огромное количество людей, поэтому мы должны быть честными, смотреть на причины и следствия, как это все начиналось, не надо говорить о том, что это был Сунгаид и Баку и Сунгаид, нет, это начиналось с Аскерана, это начиналось с Кафана, это начиналось в 87-м году, в конце 87-го года, это начиналось именно с тематики того, что эта тема поднялась именно там, в Армении, эта тема не поднималась в Азербайджане, а потом это привело вот к тому, что это привело, и как это самопроизвольно оно поднялось, так оно сопроизвольно ушло, жалко, что для этого потрачено было столько десятилетий, жалко, что погибло огромное количество людей, будущее поколение, лучших людей, я однозначно понимаю, потому что если 18-20-летние ребята погибают, они что они видели в этой жизни, понимаете, армянские ребята погибали, которые жизни не видели живого азербайджанца. Идут у них комментарии, скажут, что нет, мы не сможем жить с азербайджанцем. Ты видел в жизни живого азербайджанца? Нет. А как ты можешь это заявлять на эту тему? Вот это все заложники этой самой пропаганды. Поэтому столько много фальшивого. Поэтому здесь очень важно еще, знаете, какой момент? Это я вот хочу вам озвучить публично. Геллова тоже, дорогой, задумайтесь. Вот посмотрите, почему вот эта проблема с так называемым геноцидом армян в Османской империи? И она не на том уровне, как Холокост. Потому что Холокост был нюрнбергский процесс, весь мир это признал. И сегодня эта тема ни у кого не вызывает сомнений. А тут же не было какого-то международного процесса, я имею в виду юридического процесса, между той же Турцией и той же Арменией. И поэтому Турции на этом оставят, Армении на этом не оставят. Они пошли политическим путем. Вот заявления, конъюнктура, и эти одни признают, одни не признают, любят Турцию, не признают, не любят Турцию, признают. Так не должно быть. Отношения к евреям любят, не любят, не было. Это был нюрнбергский процесс. Поэтому я к чему это веду? Посмотрите, говорят полтора миллиона. Тогда говорят, нет никаких вот ни видео, ни этих моментов, подтвержденных документов. Тогда не было интернета. Сейчас просто кто сильный в информационном поле, так и проталкивают. А сегодня, посмотрите, что сегодня. Я почему это говорю? Параллели напрашивают. Вот они говорят, 120 тысяч там, это самое. Они упорно вокруг этой цифры прыгают. Заметьте, да? Не 121, не 119. И упорно, как в аптеке. И 120 тысяч вот выехало оттуда. Это же ума непостижимо. Вы сначала должны говорить о том, что сколько там жило на момент конфликта. Вот как в Крыму то же самое. Сейчас кто-то залетел миллион, допустим, с лишним русскоязычного населения в Крым и в Донбасс. И теперь что, они будут считаться коренным населением? Это пришлые люди. Коренное то, что жило 35 лет тому назад на момент конфликта. И в Абхазии, и в Цинхвальском регионе, и в Приднестровье. Так надо считать. А не сколько туда приехало, а потом считать вот это. А вспомните, да, как они уходили с этих семи районов, сжигали эти дома. Сирийские армяне, ливанские армяне. Пришли. Я приехал. Откуда вы знаете эти, которые сегодня покидают тот Каравах? Все они, родившиеся там 2-3 поколения или приезжие, которые туда пришли. Кто проводил этот социологический опрос? Кто может это сказать? Работает только информационная война. Работает только пропаганда. Поэтому, когда и Пулюс, посмотрите, они с утра до вечера что говорят? Вот слушающих чисткий геноцид. Чисткий геноцид. Ни одного факта, ни чистки, ни одного факта, ни геноцид они привести не могут. Зато пройдет 100 лет. Они для этого это все говорят, чтобы через 100 лет вот эти снова эту бадянку завести? Мы на этого не позволим. И они говорят, вот второй геноцид, вторая чистка. А где посмотрите 30 лет назад, как выгоняли азербайджанцев из Зангизура, как выгоняли азербайджанцев из семи районов вокруг Карабаха, да как азербайджанцев выгоняли из самого Карабаха. И ни одного азербайджанца там не осталось. Там что было так, как сейчас? Посмотрите, все эти кадры, слава богу, сейчас есть в интернете. Они на комфортабельных автобусах, полицейская машина, лекарства, продукты там дают. Да, я понимаю, гуманитарная катастрофа, да, люди покидают свою территорию. Я понимаю, по-человечески это трагедия. Однозначно. Но когда вспоминаешь, что было 30 лет назад, и когда сравниваешь это небо и земля, тогда 30 лет назад почему-то никто не говорил про этнические чистки, про геноцид против Азербайджана. Не очень-то хотели вспоминать те же ходжалы. Поэтому если вы хотите завершить эту тематику, давайте будем честными. И это в первую очередь, почему вот на вашем канале считаю важным это говорить, потому что ваш канал смотрит и в Армении точно так же. Вот теперь я, пускай все эти армянские эксперты, уважаемые, которые выходят на ваши экраны, вот вспомните все, что вы несли за эти годы, за эти три года после Второй Карабахской войны. О чем вы говорили во время Второй Карабахской войны? Вы тоже простите меня, несете свою долю ответственности. Потому что вы врали, вы занимались пропагандой, вы создавали иллюзию, и люди верили, потому что вы же все-таки общественные люди, публичные, вы выходите и это говорите. Я тоже общественный человек, публичный человек. Я тоже несу свою ответственность. Я не вижу за собой никакой неправды. Я знал, что международное право на стороне Азербайджана, я его защищал. Я когда сказал, что будет пограничный пункт в Лачине, мы его установили. Я говорил, что будет контртеррористическая операция? Она есть. Будет флаг над Хангендой? Будет. И я говорил о том, что ни Совет Безопасности, ни слушание Конгресса, никто ничего сделать не смогут. Я живу здесь, в Америке. Вы живете в Ереване и начинаете выдавать желаемое для действительного. Вам казалось, что Менендес такой всемогущий. Менендес не сегодня-завтра будет в тюрьме сидеть, а в соседней камере будет сидеть Адам Ших. Понимаете? Вы должны понимать, что в мире сегодня они не живут Арменией. Они не живут вообще никакой другой страной. Прагматизм. Свои двойные, тройные стандарты. Конъюнктура. Поэтому давайте мы соседи, давайте жить в мире. И сегодня у нас есть реальная возможность. И у вас есть реальная возможность на самом деле. И как вы хотите повернуться в нужную сторону и сделать так, что мы три кавказских, южно-кавказских государства создадим такую территорию здесь на Южном Кавказе, что нам еще завидовать будет во всем этом Евросоюзе. У нас здесь есть все для этого. У нас есть два моря. У нас есть полезные ископаемые. У нас есть энергетические возможности. У нас прекрасная логистика, в конце концов. И вы видите, как с этим считаются. Азербайджан. Маленькая такая страна. Сумела правильно построить внешнюю политику, правильного друзей найти. Готовилась ко всему этому. И она победила. А вы где находитесь? Вы теперь посмотрите на Грузию. Все когда говорят о том, что это о том, что борьба автократии с демократией. Это неправда же. Вы же знаете. Потому что 30 лет тому назад в Азербайджане, в Армении, в Грузии. Какие были правительства? Зиадгам, в Сахурзе. В Грузии был. В Армении был Левонтель Пресасям. В Азербайджане был Абельфазель Чебарь. Я работал тогда в правительстве. Я все это помню. Но против нас тогда 907-я поправка была принята. Почему несправедливо? Потому что мы тогда не имели тех возможностей. Мы не были тем Азербайджаном. И у нас не было таких союзников. Да и Турция была не та Турция, которая была, которая есть сегодня. И мы сегодня все равно прошли через вот это все. Через свою порцию трагедии. Мы правильные выводы сделали. И мы победили. А вы почему эти выводы не сделали? А посмотрите на Грузию времен Саакашвили. Он что, автократ? Нет. Он сделал реформы для Грузии? То, что он сделал за пять лет, первые пять лет, сравните с тем, что сделал Пашинян за первые пять лет. Пашинян даже один процент того, что надо, он не сделал. Потому что на самом деле Саакашвили начал с демонтажа советской власти. Он с этого начал. И все. И это обернулось ему войной. Это всем обернулось и тем, что он сегодня в таком состоянии. Но он это сделал. Он спас Грузию. Потому что нынешняя Грузия, успех этой Грузии, то, что она в интеграционных процессах с Азербайджаном, с Турцией и вот эта Аджария, визитная карточка той же Грузии. Пойдите, посмотрите. У вас есть такая визитная карточка? Нет, потому что вы стоите в стороне от этих интеграционных процессов. Потому что вы стали заложниками вот этих слепых иллюзий, вот этих разговоров о дурацком миоцуме. И что вы получили в результате этого? У вас сегодня разворот и шатание в обществе под угрозой вашей государственности, вашей суверенитет, вашей территориальной целостности. У вас проходной двор. И Россия там, и Иран, и Запад, и все, кому не лень. В Азербайджане такого нет. И вот сейчас в Азербайджане, видите, и праздник, и консолидация. И у меня прекрасное настроение. Потому что я столько лет ждал этой войны. Я что, воинственный человек? Я миролюбивый человек? Ну, это моя родина. Я родину буду защищать всеми возможностями. Однозначно. Будь то я миролюбивый человек, или я будь то военный человек. Такого не может быть. И поэтому консолидация азербайджанского общества. Правда на стороне Азербайджана. Что вы бы там не говорили? Вы просто задумайтесь над вопросом. Почему весь мир, который вас всегда поддерживал, вдруг сегодня не стал поддерживать? Что изменилось? А изменилось только то, что у Азербайджана к тому, что международное право было, добавились еще остальные возможности. А у вас этих возможностей нет. Потому что вы свою собственную жизнь, я имею в виду жизнь Армении, ее государственность, вы бы доверили кому? России, Ирану, тому же Западу. Доверять никому нельзя. Это как семья, это как свой дом. Дом свой надо самому защищать. Семью свою надо самим строить. И порядок дома налаживать именно так. И в первую очередь налаживать хорошие отношения с соседями. Потому что в конечном итоге, если вы будете глаз строить на квартиру соседа, в конечном итоге этот пожар придет в ваш собственный дом. Мы должны это понимать. Поэтому это очень важная преамбула, о которой, ну, в принципе, вот я понимаю нынешнюю ситуацию и перспективы. И я вам честно скажу, я довольно позитивно смотрю на перспективу. Потому что сейчас, на самом деле, есть реальная возможность подписать мирный договор и до конца года. Я очень надеюсь, что встреча в Гранаде, она должна пройти позитивно. И если она пройдет позитивно, вот я публично вам говорю, у Пашиняна, у президента Азербайджана есть возможность получить Нобелевскую премию из рук как раз таки и Брюсселя, и Вашингтона. Вспомните, как это была ситуация с тем Исха Крабиным и Ясером Арафатом, после Кемп-Девицкого договора. Опять же, это не привело к реальному миру, потому что там это было на бумаге, но на земле этого не было. А здесь уже произошло на земле. Произошло на земле. И поэтому это надо теперь переводить на бумагу и для будущих поколений, как Азербайджана, так и будущих поколений Армении, да и в целом нашего региона. Спасибо за столь подробный ответ. Сразу же вопрос. Вы упомянули о проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан. Частично вы уже ответили на этот вопрос, тем не менее, хотелось бы уточнить. А с какими проблемами сейчас сталкивается Азербайджан? В первую очередь, это информационное давление, которое на нас оказывается со всех сторон. Вы видите. Вот. Это первое. давление. И главное давление. Больших таких давлений со стороны всех игроков в этом регионе, я имею в виду та же Россия, тот же Иран, я не вижу. Потому что все вроде бы смирились. И Брюссель, и Вашингтон в том числе. Просто все они играют в свою игру, разную игру. Россия сегодня, как вы сами понимаете, она всегда планировала использовать карабахскую тематику, как плацдарм для контроля над Ереваном и Баку. Вот. Но этот плацдарм сегодня из рук у них уходит. И поэтому они будут очень сильно заниматься территорией Армении. Мы это понимаем. Поэтому в этом вопросе я, например, сторонник как раз-таки того, чтобы Пашинян удержался бы и сохранил свои позиции. Однозначно. Потому что в этом мы заинтересованы. Потому что это первый армянский лидер, несмотря на весь тот негатив, который он принес в последние пять лет. Вот. Но это свойственно всем армянским руководителям было. Но он первый руководитель, который пошел на публичное признание этой территории за Азербайджаном. И я так понимаю, сегодня у него есть возможность принять до конца. Раз ты уже принимаешь этот удар, прими его до конца и иди на подписание. Поэтому здесь просто я вижу проблемы со стороны и России, со стороны Ирана, со стороны Брюсселя и Вашингтона, которые, ну, я не имею в виду конкретно тех, кто заинтересован в мире. А конкретно тех, которые 30-35 лет ловили здесь рыбу в этой мутной воде. И, естественно, мы вот видим сегодня на районе Кельбаджара армянским снайпером был убит азербайджанский солдат. Конечно, мы такие провокации будем еще видеть. Эти провокации будут продолжаться. И поэтому это как по минному полю Азербайджан сегодня идет. И в прямом и переносном смысле. Просто очень важно, что азербайджанские дипломаты, азербайджанская исполнительная власть, все те, кто в этом задействованы, они были бы как опытные саперы и могли бы блокировать все эти мины, которые то тут, то там будут возникать. Но, как вы видите, Азербайджану пока это удается. И я не сомневаюсь, что мы доведем это дело до конца. Просто сказать, что большие проблемы, я не вижу больших проблем. Но они есть. Просто процесс это идет. Это как по живому. Понимаете? Вот никто до нас этого не делал. Если сказать, что мы знаем, как идти. То есть до нас это никто не делал. Поэтому я для этого и говорю, и вы смотрите, и молдаване смотрите, и украинцы. Потому что вам всем, дай бог, дай бог, вам всем предстоит когда-то это делать. Нам, может быть, даже вам будет это легче сделать, потому что мы уже по проторенной дороге, когда пойдем. Благодаря нам и благодаря, конечно, тем же украинцам, которые твердо так стоят на своих фронтах, Россия будет все слабее и слабее. Слабая Россия – это, значит, хорошая перспектива и для вас, и для молдаван в том числе. Несомненно, насколько важен процесс ликвидации или самоликвидации Нагорно-Карабахской республики? Об этом объявлено официально и так далее. Насколько это важно. То есть, ну а что, ну а если бы этого бы не было бы объявлено, и что? Дорогой Гилл, я благодарю вас за этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Это самый сильный вопрос за сегодняшний день и, может быть, за все. Если задавайте этот вопрос всем остальным спикерам точно так же, особенно армянским. Особенно армянским. И тогда вы почувствуете, в чем важность. Посмотрите. 35 лет назад они сами придумали это фальшивый миф. И на бумаге сами это зафиксировали, да? И за эти 35 лет даже Армения ее не признавала. То есть, они не смогли это перевести в правовое поле. И если мы, например, сегодня сами это сделали бы, сами это сделали бы, они могли бы спекулировать этим в перспективах во всех международных институтах и потом предъявлять какие-то юридические требования, да? То есть, мы таким самым их в юридическое правовое поле приводим. Тем самым, что мы обратили на это внимание. Заметьте, да? Это тоже участие Армении в переговорах. Я имею в виду Карабаха как сторона переговоров. Не было этого никогда. Всегда был Азербайджан и Армения. Поэтому это очень важно. Это значит, к чему я веду? Вот параллели провожу. Пашинян признал Карабах территорию Азербайджана. После этого все процессы пошли. И КПП установлены, и все остальное. И главные претензии, которые им предъявлял и Путин, и Лавров, и Захарова. Все, которые говорят, и Песков. А что вы хотите? Вы признали? Вот отстаньте от нас. К нам никаких претензий нет. Точно так же и здесь. Вы сами это создали. Вы сами же это убрали. Вы сами же это ликвидировали. И эта бумага, эта бумага, она теперь как документ у нас лежит. Завтра где-то они поднимут какие-то иски против Азербайджана. Что-то, да? Какой что-то? Вот эта бумага уходит и демонстрируется там азербайджанской стороной. Подписано, заснято, все сделано как положено. Точно так же, как когда они... Почему вот тема на заседании Совета Безопасности двух. Хоть раз одна из стран, включая Францию, включая Францию, слово сказали о сомнении принадлежности Карабаха Азербайджан. Нет, потому что после слов Пашиняна они не могут так говорить. Вы понимаете? Точно так же и здесь. После этого документа, после этого, остается только одна гуманитарная составляющая всей этой тематики. А гуманитарная составляющая, она, вы видите, Азербайджан очень грамотно разруливает. На глазах у дипкорпуса, на глазах у журналистов. Мы все это так снимаем, потому что это не 1915 год. Современные технологии дают возможность все это заснять, зафиксировать, чтобы через сто лет какие-то проходимцы не выходили бы и не рассказывали бы о том, что вот это было так, вот это было бы так, вот это было бы так. Это все было намного цивильнее, чем это было в отношении азербайджанского населения 30 лет тому назад. Поэтому я и так и говорю. Поэтому у меня огромные сомнения. И у огромного количества людей на планете сомнений по поводу того, что произошло, ушло в 1915 году. На основании чего вы этого говорите? Был какой-то международный юридический процесс? Говорят, парламентом множество стран признали это. Мне начихать на это. Парламентом многие признают на это. Кто им дал это право? Это что, юридическое основание? Юридическое основание – это суд. Везде. А не симпатия, антипатия. А огромное количество стран это не признали. И что? Зато холокост все признали. Не потому, что это кому-то нравится Израиль или не нравится. Признали как раз все те в Европе, которые не очень-то любят тот же Израиль. И потому, что на их территории это все происходило. Но юридический процесс их заставил это признать. И мы сделали так, что и здесь все преступники ответят по закону. И с этим такой вопрос. По поводу задержания и ареста Рубена Варданяна. Есть разные версии. В том числе, я вчера с Копчаком об этом говорил, что мне один из соведущих наших, не из Азербайджана, написал, что есть такая версия. Ну, если он захочет, он этот сам тоже озвучит, но я не буду сейчас его называть. Что Рубен Варданян сдался, потому что, ну, опасался, что его ликвидируют русские. Так или иначе, русские слили Рубена Варданяна, потому что, ну, то, что они могли его вывезти в любой момент, хоть на вертолете хоть как, это факт. Во-первых, что вы думаете, почему Рубен Варданян все-таки оказался в Баку, в следственном изоляторе? Егор, это непростая. Я не люблю конспирологии. Я бальзируюсь на фактах. Вот я знаю, что Саманта Пауэр приезжала, она лично просила за Варданяну в президентарию. Я это знаю. Я знаю также о том, что Саманта Пауэр получила приз миллион долларов. Саманта Пауэр получила официально миллион долларов от структуры, в которую входит тот же Варданян. Это уже официально есть в средствах массовой информации, можете поинтересоваться. Вот. Резван Гусейнов это посвятил даже целую передачу. Это в средствах массовой информации на Западе, не в азербайджанских средствах массовой информации. Поэтому она именно лоббирует интерес к его персоне. Но помимо интереса к персоне Варданяна со стороны Запада, к нему есть определенный интерес. И в России, вы же знаете, у этого человека так просто миллиард не появился. Чем он занимался, чьи деньги он отмывал. Да, поэтому, естественно, надо посмотреть, где эти люди находятся и какие у них возможности сегодня. Ну, в любом случае, я понимаю и то, что пока весь этот юридический процесс не завершится, пока из ситуации Азербайджан не выжимет по полной программе все, что он должен выжить. Ну, потому что Варданян-то не принимал участие, например, в ходе жарлининской трагедии, так скажем, да. Не принимал участие в первой Карабахской войне. Мы должны понимать, да, разницу между Виталием Баласяненом, например, и тем же Варданяном. Поэтому это же, когда нюрнбергский процесс был, с Канье подсудили, сидел Геринг, Кальтерн Брунелл и Риббентроп, и сидел Ялмар Шах. И сидели, даже судили эту самую Ритфеншталь, да, вот эту, которая любимая режиссера Гитлера. Она же подверглась моральному, так сказать, преследованию. Ну, она же дожила и довольно неплохо до 90 лет дожила. Вот, поэтому кого-то повесили, а кто-то, как Гесс, дожил пожизненно в тюрьме Шпандау, если вы помните, тоже в 90 с чем-то лет прожил. А есть те, которые просто были осуждены на те или иные мелкие сроки. В зависимости от конкретных преступлений, мы же должны понимать, что кто-то проехал на красный свет просто так, это штраф. А кто-то поехал пьяным на красный свет и сбил семью насмерть. Понимаете, это уже совершенно другой срок. Поэтому и здесь точно так же будет. Всех посадим на скамью посудимых, проведем свой этот процесс, и все получат конкретный результат. А после этого, конечно, те или иные фигуры могут стать предметом всяких торгов между теми или иными странами, центрами, которые будут не заинтересованы. Все те, которые принимали участие в этой игре. Это и в России, это и в Иране, это и во Франции, Европе и Соединенных Штатах Америки. Но на данный момент, пока их всех будут арестовывать, сажать, и раньше времени, я не думаю, что кого-то из них отпустят. Раньше времени этого не будет. Потому что процесс нужно сначала завершить до конца. Все должно быть в правовой плоскости, понимаете? А то, что его кто-то там в Москве слил, ну а почему бы нет? В Москве же, видите, идет борьба за власть. Та же история с тем же Пригожиным, довольно непонятная. Жив, не жив, жив, не жив, понимаете? Это до конца никто, мы не будем этой правды знать. А когда рушился Третий Рейх, судьбу многих, посмотрите, да? Гитлер покончил с самоубийством, Борман непонятно куда исчез. Судьбы других точно так же. Шелленберг оказался на Западе, работал на них. И Геллен вообще возглавлял разведку, работал и на ЦУРУ, а потом вернулся в Германию в качестве руководителя БНД. То есть, поэтому мы должны понимать, когда большие страны в этих всех процессах принимают участие, там у них на месте их свои собственные представители. И те, которые в них заинтересованы, вы что думаете, это все варданяны, качаряны, саркисяны, гукасяны, саакяны, они что, просто так с неба свалились только туда? Ну, вы же понимаете, кто-то же дергает за эти ниточки. В основном это Лубянка была, но есть те, которые сегодня, которые находятся на прямом контакте с Западом в том числе. Поэтому в зависимости от того, кто будет иметь более хорошие позиции, хорошие козыри в вопросе торга. Это же как на... Это же спекуляция, да? То же самое. Поэтому, естественно, взаимоотношения США и России. Посмотрите, как меняли того же Бута. Посмотрите в качестве заложников, кто находится, где и как эти процессы происходят. Между сторонами, которые не любят друг друга, да? Поэтому здесь тоже самые такие процессы вполне возможны. Но сегодня ждать чего-то это не стоит. Азербайджан однозначно доведет это дело до логического конца. А дальше посмотрим. Так, я больше спрашивал, зачем, почему слили они? Видимо, ну, в принципе, на этот вопрос был. А то, что сегодня ждать чего-то понятно. Дорогой мой, ну понятно, почему слили? Потому что не справился, наверное. Его же не просто так засылали туда. Его заслали туда, чтобы он продолжил линию Кочаряна-Саркисяна. Ну, не удалось. Не удалось. Значит, ты должен быть козлом отпущения. Для определенных... А кто-то... Кто виноват в том, что 24 февраля Россия напала на Украину? Кто? Вот поэтому его и будут делать казну. Президент России же не может быть виноватым. Понимаете? Точно так же и те, которые начали вот эту всю бодягу с так называемым Мяацумом, в те или иные времена, они и оказывались. Поэтому у них и парламентский расстрел происходил. Поэтому у них вот много чего такого происходило. Поэтому сегодня и вопрос стоит о том, что вот вы могли бы еще задать другой вопрос. Он более тоже интересный. А может так быть, что сольют и Кочаряна, и Саркисяна, и они тоже окажутся на скамье подсудимых? Я вам скажу. Это очень реальный сценарий. Очень реальный сценарий. Учитывая отношение их Пашиняна к ним, и армянского общества к ним, и политическую конъюнктуру. Так что вполне может быть так, что они тоже могут там оказаться. И потом также они могут оказаться предметом торга между теми, кто будет за них протежировать. Но это вполне реальный вариант. Поэтому вы не думайте, что одним Пашиняном здесь дело ограничится. Я извиняюсь за оговорку. Нет, но я-то думаю как раз таки, что Варданян, ой, какой непростой человечек. И в силу этого там очень-очень различные интересы. Не, ну понятно, что в общем и в целом будет соблюдено, скажем так, формальная сторона дела будет соблюдена. Но ведь Варданян носитель информации. Варданян гораздо больше, чем Карабаха, гораздо больше, даже чем чисто южно-кавказская тематика. Учитывая то, какие деньги через него проходили. Хороший параллель с Медведчуком. Украина его поймала, арестовала. Все, что нужно было, она взяла и она его отправила. Понимаете? Вот именно так. Поэтому он должен сначала отработать все то, что он должен, все то, что он знает, все то, что надо. Вот эти все моменты. А потом, конечно, когда за ненадобностью, вот и Медведчука хорошо, и Медведчука же тоже за красивые глаза не дали. Как вы сами знаете, да? Тут даже параллель не столько с Медведчуком, сколько с Лазаренко. Ну, я имею в виду Лазаренко это было между Америкой. А здесь все-таки между воюющими сторонами, да? Здесь воюющая сторона это между Арменией и Азербайджаном. Поэтому Варданян все-таки это здесь играл именно роль Медведчука, да так скажем, в армянской тематике. Поэтому Лазаренко это там. Там больше экономическая тема. Лазаренко не лез в войну Украины и России. А этот непосредственно приехал туда и посмотрите, какие заявления он иногда делал провокационные, иногда в оскорбительной форме касательно руководства Азербайджана. Вы что думаете, руководство Азербайджана такое спишет или кто-то сможет на планете заставить руководство Азербайджана закрыть глаза на это? Сначала накажут, а потом посмотрим. Он вел себя несколько странно даже как-то, потому что, ну, я честно говоря, все как-то пророчили ему совсем другую роль на самом-то деле и совсем по-другому он себя повел. Ну, плохо с ним, ладно. Главный вопрос. Мирный договор или продолжение конфронтации? Не кажется ли вам, что пока общий фон это все-таки конфронтационный сценарий? Не думаю. Не думаю. Я больше ставлю на мирный договор и я очень серьезно отношусь к встрече в Гранаде. Потому что главная заноза, которая мешала именно армянской стороне, подчеркиваю, именно армянской стороне и создавала сложности для Брюсселя и Вашингтона в переговорном процессе, это была как раз таки вот эта тема. И азербайджанский солдат эту проблему решил. 70% мирного договора уже согласовано, понимаете? Вот эти 30%, что не согласовано, эта тема как раз таки связана с Карабахом. И в первую очередь вывод вооруженных формирований и все остальное как есть. А теперь проблема решена. Ну, осталась ее гуманитарная составляющая. Я думаю, гуманитарная составляющая это намного легче, чем политическая ее составляющая. Непримиримая составляющая. Открыть КПП, пропустить конвой или не пропустить, вы понимаете, да? Вот вся проблема была. Отсюда пойдут? Не отсюда, потому что там политическая составляющая была. А в гуманитарной составляющей никакой проблемы нет. Это деньгами решается вопрос. А деньги, как вы сами понимаете, на Западе немерены. И плюс это не то количество беженцев. Не то количество беженцев. Вспомните количество беженцев, которые были после Сирии туда, миллионы, миллионы. Вспомните беженцев после Первой Карабахской войны, количество азербайджанских беженцев. Азербайджану кто-то помогал? Азербайджан сам справился с этим. А тогда еще не было таких больших денег от нефтяных контрактов. Мы же как-то выдержали. Поэтому эти количество беженцев десятки тысяч, да будет хоть сто тысяч, как они говорят. При нормальном, правильном подходе это проблема решаемая. Это проблема решаемая как на территории Армении, это проблема решаемая и вне территории Армении. Они могут посмотреть огромное количество украинских беженцев, которые сегодня по всей планете. Там посмотрите, там миллионы. Ну, проблема же решается. А здесь что, такое количество ее решить нельзя. Поэтому проблема политическая была между нами. Она убрана, это заноза. И на всех парах можно идти сегодня к мирному договору. Поэтому я больше ставлю на мирный договор. Я очень рассчитываю на то, что у Пушиняна и у армянской политической элиты хватит государственного ума, мудрости, чтобы понять и правильно воспользоваться нынешней ситуацией. Я не сомневаюсь, что Азербайджан и Турция, они готовы к этому. И последнее заявление в Нахичеване, которое сделали два президента Азербайджана и Турции, наглядное тому свидетельство. Более того, вроде бы мы и Иран сумели сделать так, что он тоже стал договороспособный. Поэтому если Армения даже не согласится на Зангезурский коридор через территорию Армении, есть согласие Ирана, что это пройдет через территорию того же Ирана. Просто тогда опять же Армения останется вне интеграционных процессов. А это можно сделать и с той стороны, и с этой стороны. Главное идти на подписание мирного договора. От этого выиграют все. От этого выиграют все. Поэтому я больше ставлю именно на это. И в первую очередь я вижу, что Запад в этом заинтересован. Иначе они на Совете Безопасности вели бы себя по-другому. Это Бог. Не только за. Просто единственное, что я все время думаю о том. Часто же были разговоры о том, что это сговор. Это сговор Баку, Анкары и Москвы. Ну хорошо, ладно. Ладно, допустим, вот мы с вами согласились с тем, что это сговор Баку, Анкары и Москвы. А теперь давайте, если мы соглашаемся с этим, объяснить, попытаемся, а что выиграло от этого Москва? Во-первых, это не сговор. Ну понятно. Я так, смотрите, ну как я понимаю, я постараюсь быть, насколько возможно, объективным, судить зрителям и вам. Я вам сказал, Азербайджан равноудален. Вот видно, да, что и от Москвы, и от Брюсселя, и от Вашингтона. Они в нас заинтересованы, мы в них заинтересованы. Вот заседание Совета Безопасности, это говорит о том, что у нас сговор был и с Западом тоже. Видите, да, все армянское общество, вот сегодня сейчас там и беженцы, все, они претензии предъявляют и Западу тоже. Они закрыли глаза на то, третье, что. А почему? Вот потому что был сговор? Нет, здесь не сговор. Здесь просто конъюнктура. Здесь просто прагматизм. И прагматизм Москвы, Брюсселя, Вашингтона вынуждает их всех соглашаться с позицией Азербайджана и Турции. Вот и все. У Москвы свои конъюнктурные соображения касательно Азербайджана и Турции в свете противостояния с Западом и того, что они застряли на Украинском фронте. Их значимость Южного Кавказа и персонально Азербайджана и Турции возрастает. А у Брюсселя и Вашингтона с другой стороны. Они также понимают, что значимость Азербайджана и Турция возрастает в этом регионе. Они также хотят, у них свои планы в отношении присутствия России на этой территории. Вот мы грамотно на эту партию и разыгрываем. Ну давайте честно. Поэтому это не сговор. Это грамотная игра Турции и Азербайджана вот этого тандема. И все. Если мы в этом тандеме сумели сделать так, что Россия сыграла на нашей улице несколько раз, надо аплодировать, значит и Азербайджан и Турции. Если мы сделали так, что и Брюссель, и Вашингтон сыграли на нашей улице, значит тоже надо аплодировать. А то, что на вашей улице не сыграли ни Россия, ни Брюссель, ни Вашингтон, это ваши проблемы и проблемы вашей политической элиты, вашего руководства. Значит вы неправильно просчитали эту ситуацию. Вот и все. Я вот так на это смотрю. Здесь нет никакого сговора. Потому что если больше всех, кто выиграл от этой ситуации, в первую очередь, выиграл, конечно, Азербайджан. Выиграла Турция. Но если вы меня спросите, я выиграл лично Пашинян и Армения. Потому что они освободились от этого балласта под названием Мяцун. Вот от этого чемодана без ручки. И они сегодня могут... Это знаете, как вот они хотят двигаться, а у них на ногах вот этот балласт. А мы их освободили. Так теперь вы сами решайте, куда вы хотите двигаться. Если все эти заявления, которые он в последнее время делает, это искреннее, иди на подписание мирного договора, выходи из ОДГБ, из Евразийского Союза и делай все то, что делал Саакашвили в Грузии. Все. И если ты доверяешь, да, Западу, что они до конца за тобой будут стоять, делай это все. Нам до лампочки. Нам все равно, какое политическое устройство в Грузии. И что там делал Саакашвили. Это внутреннее дело грузинского народа. Вот и все. Главное, стратегически это дает результат для Грузии, для Азербайджана, для Турции, для региона. Грузия от этого выиграла, выиграла. Так и в Армении то же самое. И поэтому политическое устройство, там какое оно будет или куда они будут двигаться, меня это совершенно не интересует. Точно так же, как не интересует, кто там будет на границе стоять за Ингизурского коридора. Русские будут стоять или армяне? По мне спросите, да пускай хоть армяне там стоят. Какая нам разница, кто там будет стоять на территории Армении? Главное, чтобы это работало бы. Главное, чтобы это было сделано, и чтобы это было на таком международно-правовом уровне. Для начала наверняка нужно заключить мирный договор. И этот мирный договор надо пропустить через Совет Безопасности. И именно так сделать, что и Москва, и Брюссель, и Вашингтон согласились бы и приняли бы это. Понимаете? И никто там не накладывал бы ветра, что все они были бы заинтересованы в этом. Потому что каждый из них должен получить свой кусочек пирога. В этом Зангизурском коридоре заинтересованы и Москва, и Иран, и Азербайджан, и Турция, и Армения в том числе. Теперь давайте все прекратим до этого бодиакуру. Говорит о том, что кто выиграл, кто проиграл. Россия, конечно, сказать, что она очень много выиграла, нет. Россия проиграла уже во время Второй Карабахской войны, когда Турция пришла в регион. Потому что она контролировала ситуацию одна. А теперь сто лет Турции, которой здесь не было, она пришла. Вы что думаете, Турция отсюда уйдет? Турция уже больше никуда отсюда не идет. Особенно после Шушинской декларации. Ну кто-нибудь может представить вот это? Я фантастику с детства не читаю. И здесь все сделано на сто лет вперед. Как минимум. То есть вот это сделано так. И поэтому сейчас вот эти все. Я не просто так это озвучиваю. Нюрнбергский процесс, вот эта вся тематика. Проблема здесь будет решаться фундаментально. Чтобы не было в перспективе опять каких-то вот таких, знаешь, форс-мажор, дорогой Гела, развалился Советский Союз. Раз и эта тема поднялась, да. Надо сделать так, чтобы даже какой-то форс-мажор не происходил в геополитическом плане, здесь это никак-то не отражалось бы. Здесь надо сделать мощно, железобетонно. Чтобы никакие геополитические процессы нам не мешали бы. И чисто в техническом плане, чисто в военном плане и так далее и тому подобное. Поэтому если мы сможем сделать из этого Клондайк, Швейцарию, я думаю, все эти процессы турбулентности, которые могут быть в перспективе через 50 лет, через 100 лет, они будут обходить эту территорию стороной. Как Швейцарию, которая во время Второй мировой войны оставалась вот этим центром Оазисом, да. Потому что все были в этом заинтересованы. Поэтому и нам надо сделать так, что все были бы заинтересованы стабильностью именно этого региона. Ну, в принципе, и во времена Первой мировой войны Швейцария оставалась 300 лет, уже не воюют, ребята. После наполеоновских войн швейцарцы и прекрасно себя при этом чувствуют. Давайте сделаем Кавказу свою Кавказскую Швейцарию. Мы же можем это сделать. Об этом же говорили еще 30 лет назад. Это же мечта 30-летней давности. Но тогда не получилось. Может быть, действительно, сейчас получится. И вот на этом фоне Армения и смена курса. Смена речи политического курса. Насколько вам кажется это сегодня вероятным и возможным? Без посписания мирного договора это невозможно. Давайте не строить иллюзии. Если какие-то армянские эксперты опять будут выходить и это будут говорить, они будут врагами армянской государственности. Не обманывайте свое общество. А с подписанием мирного договора? Подписание мирного договора это очень реально. Это очень реально. Если Армения меняет внешнеполитический пункт, то значит российскому присутствию в Армении военному как минимум конец. Абсолютно бессмысленным становится российское присутствие в Азербайджане. У Грузии, да, оккупированная территория это на границе России, но этот вопрос решается по-другому. То есть этот вопрос чисто решается, насколько сильна будет Россия. Потому что тут ситуации разные. Россия признала эти оккупированные территории как независимое государство, в кавычках и так далее. Поэтому тут понятно, тут все прямо пропорционально ресурсам России. А вот что касается Армении и Азербайджана, выходит, что с Южного Кавказа, ну за исключением родинских оккупированных территорий, Россия уходит. В феврале прошлого года Украина уперлась. Там тоже у них прямая граница. Посмотрите, Запад уже вмешался. Запад вмешался сегодня, и Запад защищает Украину. Но Запад не вмешался и не стал защищать Грузию. И у вас вы имеете то, что есть. Армения не имеет границы. Армения не имеет границы. Возможность Армении на Западе, уровень поддержки Армении на Западе намного выше, чем у Грузии и у Азербайджана. То, что разрешают армянам, давайте признаемся честно, не разрешают ни грузинам, ни Азербайджанам. Даже грузинам, у которых был Саакашвили, который сделал то, что никто еще не сделал на постсоветском пространстве касательно евроинтеграции, НАТО, вот этой прозападной, так сказать, политики. И в результате этого все равно поддержки Грузии не получил такой поддержки, которую имеет Армения. Потому что у них, на самом деле, исторически так сложилось, у них сильные позиции и в Европе, особенно во Франции, и здесь, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, поэтому и политическая конъюнктура сегодня, после российской авантюры против Украины, и то, что они там застряли, опять же играет в сторону Армении. И вот то, что чемодан без ручки, мяцун, арцак-марцак, Польша уже не является головной болью для политической элиты, для власти в Армении. На всех парах можно тихо-тихо менять вектор внешней политики, рассчитывая на поддержку Запада. Но это надо делать после подписания мирного договора. Потому что после подписания мирного договора медленно, но верно, Запад, естественно, начнет влиять, иметь довольно сильные позиции и выдавливать ту же Россию из Армении. Потому что Россия будет до последнего сопротивляться. Она будет искать всяческие возможности повторить октябрь 99-го года. В том или ином виде. Я думаю, Пашинян это понимает. Я думаю, и на Западе многие тоже это понимают. Хотелось бы, чтобы это понимание поднялось бы на довольно высоких государственных уровней. Потому что подписание мирного договора жизненно важно для Армении. Вот спросите меня, кому оно больше нужно? Армении, Азербайджану или Турции? На первом месте это для Армении. Потому что на повестке дня не стоит вопрос государственности Азербайджана или Турции. Он у нас не стоит. И Россия сегодня она не сможет у нас сделать то, что она может сделать в Армении. Она и не сможет, и она и не хочет. И ей не позволят. А в Армении она и сможет, если захочет. И она не будет спрашивать ни у кого. Она и не потеряла надежду, и она будет всячески пытаться это делать. Просто другое дело, нужно проводить примитивные меры. И самым примитивным шагом это однозначно мирный договор с Азербайджаном и одновременно параллельно сразу же с Турцией. И если Турция уже и здесь в игре, то, конечно, ослабевает позиции той же России. Заметьте, Россия очень сильно расшатывает ситуацию в той же Грузии. Там Турция присутствует. Да, она там есть. Но она там не так, как в Армении. Она не так, как в Армении. Стратегические отношения Грузии, которые заложены были при Саакашвили с Азербайджанами, с Турцией, это определенный бронежилет. Они были заложены, надо сказать, надо сказать, прямо они были заложены еще при Шаварнадзе. Не только при Саакашвили, при Шаварнадзе. Шаварнадзе понимал. Понимал это. Все-таки он тоже человек, который довольно хороший биограмм. Поэтому я к тому говорю, что и это тоже сегодня определенная защита ваша от Москвы. Потому что в игре, на земле, на территории Грузии есть и Турция, есть и Азербайджан. В Армении этого нет. В Армении вообще никого нет. Европы нет. Америки нет. Они на словах там есть. Самое большое посольство. Ну и что? Ну и что? Что оно может сделать, это посольство? Посольство не должно быть. Не посольство там должно быть. Вот у России, у России, там сегодня, вроде бы, да, сколько тысяч выходит на площадь, поддерживают Кочаряна и Александра Кесяна? Мизер, да? А огромное количество поддерживает того же Пашинян. И все равно в воздухе витает возможность госпереворота. Почему? Потому что деньги, силовые структуры, вооруженный мятеж, две-три тысячи вооруженных этих самых, и все, что мирное население выйдет. Поэтому мы должны это понимать, как это работает. на земле. Поэтому нужно на земле быть очень крепким. А на земле, чтобы быть крепким, надо на всех парах идти на подписание мирного договора. Тема Карабаха закрыта. Не слушайтесь больше никаких вот этих самых провокаторов, экспертов, или там ура-патриотов, которые начинают говорить, о, мы сейчас все... Я недавно слышал одного в правительстве работал, говорят. Короткий ролик такой. Мы Крым возьмем. Крым, оказывается, 70% армянский. Я слышал, вот такой, до чего доходит? Да надо будет, мы Сочи возьмем. И Краснодар возьмем. Мы вернем все-все. Вот сидит в Ереване и разговорствует на такого тебя. Вы понимаете, что это такое, да? И это, кстати, люди, которые занимали определенные посты. Это на каком уровне надо быть, чтобы вот такое говорить в публичной плоскости? Можно не любить азербайджанцев, можно не любить там еще кого-то. люди, которые сидели на государственных должностях, они должны понимать, что сегодня в интересах армянской государственности, что сегодня на планете происходит, что может произойти в зависимости от того, маятник, куда качнется на Украино-Российском фронте. Поэтому пользуйтесь моментом. Сегодня есть реальная возможность помириться и с Азербайджаном, и с Турцией. И я думаю, вот именно это основа. Как вы говорили, вы спрашиваете меня, насколько это реально повернуться? Без этого это нереально. Без этого это самоубийство. Будет похуже, чем в Грузии. Будет похуже, чем в Украине. Ну, в принципе, я имел в виду, что если будет заключен мирный договор и... А, кстати, мирный договор может быть заключен без открытия коммуникаций? Не, ну это взаимосвязные процессы, потому что мирный договор это бумага. Нет, ну допустим, Армения говорит, хорошо, заключаем мирный договор, но коммуникации открывать не будем. Нет, такого не может быть. Ну, а в чем тогда смысл этого мирного договора? Коммуникации это деньги, это интеграционные процессы. Это все, уже посмотрите, Турция уже с Арменией открыла рейсы. У них же нет мирного договора. Ну, нет мирного договора. То есть, это жесть доброй воли. То есть, это надо делать, это надо показывать, что, ну, там же живут сто тысяч армян, вроде бы, да? Они же должны летать, люди должны торговать, там, и так далее, там, надо все это делать, да? Это и есть, коммуникация. По-другому это невозможно. Просто главное проявить политическую волю. Если лидер проявляет этот мир, между Азербайджаном и Арменией, и между Арменией и Турцией, возможно только сверху. Вот эти все разговоры, которые там, народной дипломатии, это все, это все хорошо, но это, это не работает. Мир только сверху, потому что политическая воля лидеров, потому что политическая воля лидеров, которых поддерживает их общество, это очень важно, которых поддерживает, у которых есть мандат от этого общества, и тогда, однозначно, этот мир будет на земле работать. Я точно знаю, что Азербайджан заинтересован в этом мире, и Турция заинтересована в этом мире, И мандат и азербайджанского общества, и турецкого общества у их лидеров, он есть в этом вопросе. Сто процентов. А в Армении тоже вроде бы как будто бы Пашинян пока сидит и его поддерживает. Так пользуйтесь моментом. Ну так или иначе, вы настроены оптимистично, насколько я понимаю. И сейчас действительно есть исторический шанс для того, чтобы это все осуществилось. Как быть с позицией армянского общества, которое действительно сейчас наэлитаризованное и так далее? Может быть есть смысл сделать определенную паузу, а потом уже говорить? В такой ситуации нельзя допускать паузы. В такой ситуации любой промедление будет воспользоваться. Вы что, не понимаете, политическая конъюнктура, она как женщина, она, знаете, меняется очень быстро. Это как погода. Поэтому турбулентность, она же не остановилась. И турбулентность может выйти в ту или иную сторону. Поэтому надо пользоваться сегодня моментом. Сегодня очень хорошая политическая ситуация. В мире в том числе. И в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в Тегеране, и в России. А не в той ситуации, когда они просто это примут, никуда не денутся. Поэтому это надо сделать здесь и сейчас. Когда это уже будет сделано, тем силам, которые хотели бы расшатать ситуацию в той же Армении, будет это сделать намного сложнее. Потому что это будет уже документ. Ну вот, грубо говоря, подписал этот о самоликвидации. Видели, как все рассыпалось, как карточный домик без всяких хейсов? Потому что они понимают это все. Потому что, а что дальше делать? И все, больше нечего. Так же и здесь. Если это будет документ подписан, кто что может что сказать? Даже те, которые не хотели бы этого. Они вот сегодня уже мирятся с этим. Заметьте, да? И они просто ищут какие-то моменты, вот как за соломинку, да? Хотят что-то удержаться. Продолжают опять нести ахинею. Пропаганду. Поэтому, чтобы окончательно у них отнять все эти возможности, нужно показать, что все, дорогие мои, я это должен сделать. И Пашинян точно так же. А он, я так понимаю, не боится выходить открыто в армянское общество и иногда говорит нелицеприятные вещи и принимает удар на себя. Ну вот теперь за ним осталось главное. Когда вы меня спрашиваете, я позитивен или нет, я позитивен за азербайджанскую сторону. Я позитивен за турецкую сторону. Я знаю эти умонастроения в наших обществах. Я это знаю. И вроде бы я вижу, как Армения голосует вот на последних выборах мэра Еревана в том числе, да? Тоже видно. Как они два раза голосовали за того же Пашиняна. Тоже как будто... Я вижу, как мир реагирует. И Совет Безопасности два раза это личный раз продемонстрировал. Я знаю здесь позицию в Соединенных Штатах Америки. Как публичную, так и непубличную. Все заинтересованы в этом. Хватит на это политическая воля. Но если он хочет войти в историю, он должен это сделать. Потому что все люди, которые как реформаторы в конечном итоге, они... Не все их любят за их принимаемые решения. Понимаете? Но иногда, как в кинофильме, помните, «Ирония судьбы с легким паром». Там врач этот, которого играл Мехков Лукашин, докажется его фамилия. Он говорит, я хирург. Мне иногда приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо. Вот я думаю, сегодня у Пашиняна именно та роль. И он должен этот свой шаг сделать. Слушай, мы с вами говорим уже больше часа. И это, естественно, потому что это была главная тема. И это была тема, которую, честно скажу, вам не хочется разбавлять ничем иным. Потому что я думаю, что зрителям нужно дать возможность сосредоточиться на ней, хорошо подумать и сделать соответствующие выводы. Я надеюсь, что ваш оптимизм передастся всем другим, как зрителям нашей программы, так и вообще другим людям, которые живут в регионе. И, в общем-то, результат будет самый что ни на есть положительный. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. И огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. Спасибо вам тоже, дорогой Гела. Вы тоже делаете очень важную, нужную работу и очень вкладываете свою долю труда в этот мирный процесс между двумя народами, между двумя странами, которые воевали столько лет. И я думаю, что в конечном итоге мир между Азербайджаном и Арменией это приведет к миру в нашем регионе и к миру на грузинской земле. И вы тоже освобождитесь от той опухоли раковой, от той болячки, которая также поможет вам. Вот то, что эта болячка, представьте себе, вот эта болячка была на теле. Мы не могли двигаться. Болячка теперь, она покрывается корочкой. Может сейчас начаться покрываться корочкой. Надо дождаться возможности, чтобы она полностью высохла, сошла. Там будет шрам между этими двумя народами. Но когда-то шрам изорубцуется и пройдет. То есть этот процесс. И мы должны просто проявить государственную мудрость и понимание. И не идти на, знаете, на ура-патриотизм. Вот на все то, что привело вот к этой трагедии. А это касается не только азербайджанцев и армян. Это касается и грузинского народа, и абхазского народа, и юго-осетинцев, которые там жили. То есть и осетин, всех, которые там жили. Это все, мы же понимаем, как это началось. И кто это делал. И где кукловоды находятся. Поэтому, понимая это все, мы должны понимать и ответственность свою перед нашими народами. Я во всяком случае не знаю. Скорее всего, конечно, меня в Армении не очень-то любят. Понятное дело. Меня они считают азербайджанским байрахтаром в информационной политике, как они меня называют. Да ради бога, называйте, понимаете. Только в печку не ставьте. По той простой причине, что в конечном итоге на карте Азербайджана и Армении никуда не денутся. Мы будем соседями. Поэтому каждой войне когда-то приходится конец. И нам надо будет мириться. Сегодня есть реальная возможность. Потому что Советского Союза уже нету. И Москва уже не та Москва. И мир уже другой. Так давайте мы тоже станем другими. И чтобы следующие поколения, которые говорят о том, что мы не можем жить друг с другом, они хотя бы должны увидеть друг друга, пообщаться и понять, смогут они жить или не смогут. Потому что предыдущие поколения, азербайджанцы и армия, много жили. В рамках Советского Союза жили. В рамках Российской империи жили. Да и в рамках других стран. В Америке здесь живут. В Европе, в России. В Грузии в той же живут. В рамках всех империй, которые были до этого, тоже жили. Вплоть до древних империй все равно. И люди же никуда не деваются. Так что, конечно же, то, что не могут жить друг с другом. Биологическая несовместимость и прочие российские вещи. Ну вот, да. Когда Роберт Кочелян говорит, что генетически армяне и азербайджанцы жить не могут с другом. Это настоящий фашизм, да. Он типа истинный арест, да. Он типа как этот самый, да, работал в рейс-канцелярии у Кальтона Брунера. То есть характерно-эродических связях порочных не был замечен, да, как мы помним в 17-м годове весны. Это же фашизм самый настоящий. Поэтому, если это было в рамках империи, империи российской там или Советского Союза, ну мы же сегодня вроде говорим, что мы независимое государство строим. Так давайте будем строить на самом деле независимое государство. А не так, как говорил Жванецкий, да. Что такое содружество независимых государств? Независимых, потому что от них ничего не зависит. И это так было, потому что Россия все время была. А теперь, если вы видите, что Россия вроде бы уже не так страшна, как ее молюют, и вроде бы Украина это очень хорошо показывает. Вроде бы уже так оно и есть. Ну так давайте пользуемся этим моментом, и давайте покажем, что и мы достойно своих народов, и истории своих народов, памяти своих предков, и мы можем показать всему миру, что здесь может быть Каландайк и Швейцария. Мы же это можем сделать. Давайте будем пользоваться всеми возможностями нашими. И вот так вести себя, как 35 лет вела Армения. Ну и что вы получили? Сегодня в аутсайдерах, в нашем регионе, именно Армения. Она географически была аутсайдер. Ей не повезло, так сказать, и с географией, и с ее историей. Но она же может... Посмотрите на карту огромных количеств стран, где нет ни ресурсов, ничего. И география вроде неудачная. Но политическая мудрость их лидеров сделала так, что многие страны, посмотрите, как процветают. Поэтому есть эта возможность. Давайте не будем упускать этот шанс. Здесь и сейчас. Еще раз большое вам спасибо, Гелла, за возможность поговорить на эту болезненную, животрепещущую тему. Берегите себя. И до свидания. Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. И до новых встреч. И, конечно же, верим за свою славу Украине. Героям слава. Субтитры сделал DimaTorzok